Ну что ж, в общем-то, неделю мы уже работаем в Донецке, наверное, этот дневник репортера CGTN в Донецке, наверное, будет самым простым за эту неделю, потому что все дневники были в основном или с обстрелов, или с зоны, где идут боевые действия, или рядышком. На самом деле хочется поделиться своим, наверное, моральным состоянием, потому что это очень важная составляющая в нашей работе, и как ты к этому относишься, хоть мы журналисты и не имеем права на какие-либо оценки и должны занимать, в общем-то, всегда такую нейтральную позицию, но ты не можешь ничего здесь не оценивать, пропускать, не пропускать через себя, потому что все-таки беды людей, это все-таки разрушенная такая мирная жизнь, и поэтому сейчас, когда уже вот мы сняли такую рабочую одежду, для нас рабочая одежда является сегодня бронежилет, большей частью, и каска, то могу сказать, что в принципе каких-то великих больших сложностей нет, ну да, болит сильно спина от тяжеленного бронежилета пятого класса, это действительно очень с непривычки тяжело, но там нет проблем, есть проблемы с оплатой банковской картой, есть проблемы с, может быть, с транспортом, с такси и так далее, и так далее, ну то есть какие-то такие чисто организационные сложности, да, и житейско-бытовые, но это ничто по сравнению с проблемами людей, которые живут вблизи или на территории, в районах даже здесь Донецка, которые обстреливают, поэтому это совершенно пустяки по сравнению реально с тем, что происходит там, далеко, где есть бои. Несмотря на все эти сложности, мы все равно понимаем, что мы должны делать эту работу, ее должен кто-то делать, и то количество ребят, которые здесь, журналистов, наши коллеги работают, это лишь подтверждает, потому что интерес, конечно, мира есть к этому всему, все хотят знать правду, и здорово, что нам удается ее, в общем-то, рассказывать, в эфире CGTN, показывать реальную ситуацию, неприукрашенную. Страшно, не страшно, но это наша работа, к нам очень хорошо, уважительно относятся военные, нас хорошо принимают местные жители, где-то мы стараемся кому-то помочь, насколько удается, да, то есть, потому что бывали разные ситуации, вот мы ездили в больницу, искали человека, которого сюда привезли из района обстрелов, у него проблемы со связью, и у родственников там нету ни интернета, ни телефонов, естественно, ничего не работает, нет электричества, и поэтому мы взяли пакет с вещами и поехали, отправились искать его в больницу, проездили, объездили большую часть больниц, и... К сожалению, не нашли этого человека, но считаю, что дать даже небольшую маленькую надежду родственникам, немного их успокоить, это тоже есть какая-то своя грудопомощь, поэтому мы помогаем вам ориентироваться в этом информационном потоке, который сегодня связан с украинским кризисом. Мы стараемся здесь на месте, по возможности, немного помогать хотя бы людям, которые сегодня оказались вот в такой большой беде, ну и помогаем себе, помогаем себе чувствовать многие вещи по-новому для себя, по-другому, и, наверное, быть более человечными. Очень многие вещи внутри, вот даже за эту короткую неделю, они очень заострились. Ты о многом стал здесь задумываться, о чем, в общем-то, наверное, в обычной мирной жизни мы мало задумываемся. О добре и зле, о хороших и плохих людях, о мире над головой, и о том, как важно этот мир сохранять. Поэтому здесь я считаю, что эта неделя просто не зря. Это очень дорогого стоит. Понимать, что ты в эту неделю был нужен, и все, что ты делал, было важно. Поэтому до новых дневников, спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете, спасибо, что пишете, о том, что молитесь за нас, за всю нашу съемочную группу, за ребят, которые работают здесь со мной. Это очень, 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 очень приятно, и нам придает больших сил. Поэтому работаем дальше, будем показывать дальше все важное, интересное и главное. Смотрите CGTN и смотрите наши дневники. Всем удачи и мира.